МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И с принципами руководствовались организаторы турнира. Наши соревнования помогают воспитать командный дух, научиться взаимовыручке, научиться товариществу, лидерству. В конце концов, достигать каких-то побед, которые и это качество очень будет необходимым в жизни. Традиционно турнир проходит в течение четырех месяцев. За это время участники должны будут показать себя в таких видах спорта, как волейбол, баскетбол, мини-футбол, стрельба и легкоатлетическое шестиборье. В день открытия спартакиады школьники играли в дартс. К соревнованиям готовились основательно. Попадать точно в яблочко учились в свободное от учебы время. Мы начали готовиться за неделю-две до соревнований. То есть приходили в спортзал и просто как бы, ну, обивали руку, можно так сказать. И я очень надеюсь, что в этом году мы тоже одержим победу, потому что нужно именно на это надеяться, именно в это верить. Постоять за честь школы для этих ребят не единственная цель. Возможность проявить себя и похвастать перед одноклассниками своими спортивными способностями для многих куда важнее. Есть возможность показать себя, нужно показывать себя. У нас висели тарцы, мы играли в них, там на перемене бегали, тренировались. В общем, готовились. В первый соревновательный день определились и первые победители. Лучшими в метании дротика оказались ученики школы номер пять. К слову, обладатели Кубка прошлогоднего турнира. Немногим уступила победителю школа номер шестьдесят. Тройку сильнейших замкнула гимназия номер девять. Кто в этом году удостоится чести вписать свое учебное заведение в историю турнира, станет известно после всех этапов состязаний в апреле 2015 года. А пока ребята готовятся к ближайшим соревнованиям – мини-футболу среди юношей.